Привет, друзья! Это Ньюсейдер и я Александр Кушнер. Так что же все-таки происходит в верхах американского политического истеблишмента такого, что не позволило Украине, да и Тайваню, и Израилю получить оборонный пакет от Соединенных Штатов? Какие же процессы происходят в Палате представители и Сенате, а также в Белом Доме, которые влияют на вот такие вот, я бы сказал, недопустимые и непозволительные промедления с передачей партнерам Соединенных Штатов столь необходимых им и вооружений, и денег на эти вооружения? В сегодняшнем выпуске рубрики «Второй фронт» мы вам подробно расскажем о некоторых нюансах, которые вам ранее не были известны. То есть мы, в частности, разоблачаем некоторые штампы. Знали ли вы, что у демократов на самом деле нет ни одного преимущества в Конгрессе? Ни в Палате представителей, ну это и так понятно, ни, между прочим, в Сенате, где по всеобщему убеждению, а точнее заблуждению, у демократов есть большинство, у них нет там большинства. И вот сейчас вы узнаете почему. Расклад сил в Вашингтоне Последние события в Конгрессе США, голосование республиканцев против выделения военной помощи Украине, снова приковали внимание нашей аудитории к Вашингтону, к тому, что происходит на американском политическом Олимпе. А нам это дало лишний повод серьезно поговорить о том, каков на самом деле расклад сил в Соединенных Штатах. Но сделать краткий обзор этого политического пасьянса мы попытаемся с объективных позиций, избавившись по мере возможности от лишних, в данном случае, эмоций. Итак, начнем все по порядку. Во главе страны стоит фигура президента, Джо Байдена. Казалось бы, здесь все понятно. Этот человек неоднократно высказывался в поддержку Украины и обеспечивал продвижение военной помощи. Однако уже здесь перед нами возникают два больших «но». Во-первых, если отложить в сторону те симпатии, которые многие из нас испытывают к Джо Байдену, придется признать, что президент достаточно часто притормаживал выделение конкретных видов оружия. Не секрет, что именно Байден долго удерживал военных от передачи Украине танков М1 «Абрамс». Потом оттягивал почти на год передачу истребителей F-16. Наконец, очевидна и та негативная роль, которую он сыграл в задержке передачи Украине оперативно-тактических ракет «Атак МС». Здесь можно долго обсуждать то, почему он это делал, на мнение, каких своих советников опирался, и так далее. Однако же, независимо от всех этих объяснений ясно одно – Джо Байден не был готов к безоговорочной поддержке Украины. Можете сейчас закидывать меня гнилыми помидорами, но почему-то мне кажется, что Рональд Рейган на месте Байдена действовал бы гораздо более решительным образом в вопросе выделения помощи Украине. Во-вторых, 5 ноября 2024 года в Соединенных Штатах пройдут выборы президента. И многие эксперты уже сегодня в один голос говорят о том, что это будет не Байден. Действительно, опросы, причем не только республиканских, но и демократических СМИ показывают, что Байден сегодня проигрывает не только Трампу, но даже невзрачному Рону де Сантису. А уж Ники Хейли, ярой стороннице оказания военной помощи Украине, по данным соцопросов, Джо Байден проигрывает просто с разгромным счетом. И с такой перспективой приходится считаться. К сожалению, при живом мистере Трампе, это почти как в России при живом Путине, в республиканском клане никто не посмеет перейти рыжему клоуну дорогу. А тот, кто посмеет, ничего не добьется, поскольку республиканская партия уже сегодня сделала основную ставку на Трампа и решение свое не изменит. Надеяться на то, что Трампа посадят и не дадут ему таким образом участвовать в выборах, могут только совсем уж наивные демократы. Трезвые аналитики понимают, что сейчас в США у судебной системы просто нет реальной возможности упрятать Трампа в тюрьму. Судьи и присяжные не посмеют пойти против республиканцев, поскольку это грозит мощными волнениями, которые могут перейти в военные бунты по всей стране. Еще одна наивная надежда, которую испытывают многие недалекие люди за границами США, связана со сказками о том, какой мистер Трамп непредсказуемый и как он вдруг бросится защищать Украину. Удивительно, в то время как сам Трамп не сказал ни одного доброго слова в отношении Украины, когда он почти ежедневно восхищается Путиным и призывает распустить НАТО, все еще находятся люди, рассуждающие о том, как Трамп изменит свою позицию и засыплет Путина бомбами, а Украину американским оружием. Тем, кто верит в эти сказки, я предлагаю прокрутить этот наш ролик ровно через год. Идем дальше. В команде президента Байдена есть четыре мощных игрока, политических тяжеловеса, как сказали бы советские комментаторы времен лихих 90-х, которые тянут телегу, подобно зверюшкам из басни Крылова, в разные стороны. Джон Керри, специальный представитель президента США по вопросам климата, выступает против военной помощи Украине, чтобы не нагнетать ситуацию и не подталкивать Путина к наращиванию агрессивных действий. Этакий миротворец, миролюбец, птенец гнезда Обамы. Хотя Керри старше Обамы, и это скорее Обаму можно было бы назвать птенцом гнезда Керри. Вряд ли этот политик осознанно работает на Кремль. Но по сути, его деятельность льет воду на мельницу московских милитаристов. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, также постоянно тормозит выделение военной помощи Украине. Основной посыл, под которым выступает Салливан, сводится к следующему. Не дай бог, милый Путин уйдет в отставку, тогда к власти придет кто-то еще более страшный, типа Кадырова. Не дай бог, дорогая Россиюшка распадется, тогда ядерное оружие расползется по планете. Часть его достанется Китаю, а другую загробастуют террористы, чтобы уничтожить Америку. Не дай бог дестабилизировать ситуацию. Путин – это, разумеется, сукин сын, но это наш, старый, добрый, предсказуемый сукин сын, который нам просто необходим. Энтони Блинкин – государственный секретарь США, последовательно выступающий в поддержку Украины. Скажем откровенно, если бы не этот политический деятель еврейского происхождения, знающий о Холокосте по рассказам приемного отца, Украина бы давно уже могла лишиться поддержки американского истеблишмента. Именно Блинкину украинцы обязаны очень многим, и не только в плане политической поддержки, но и в отношении налаживания военной помощи. Ллойд Остин, министр обороны США, приложил немало усилий для организации оказания бесперебойной военной помощи Украине. Хотя принято считать, что военные в США не определяют политику государства, именно Остин, отставной четырехзвездный генерал, сделал многое для того, чтобы выделение военной помощи Украине не заиграли в кабинетах правительственных чиновников. Теперь от исполнителей перейдем к законодательной ветви власти. Увы, но здесь все выглядит очень безрадостно, особенно если приглядеться внимательнее и не верить на слово общепринятым политическим штампам. В Нижней Палате Конгресса США, Палате Представителей, имеется 435 мест, из которых одно в настоящий момент является вакантным. Плюс шесть членов палаты не обладают правом голоса. Большинство получает партия, имеющая 218 голосов. На сегодня члены Республиканской партии располагают в Палате Представителей 221 голосом. Демократы 213 голосами. Таким образом, сейчас распоряжается палатой Республиканская партия. Причем ни один закон не может быть принят без одобрения данного законодательного органа. Спикером Палаты Представителей является ярый сторонник Трампа Майк Джонсон. Голосование членов Республиканской партии в Палате Представителей происходит в настоящее время под диктовку мистера Трампа. Так что надеяться на то, что они по каким-то неведомым Трампу причинам примут решение об оказании военной помощи Украине и устранении Путина от власти в России не приходится. У многих слушателей, далеких от американской внутренней политики, часто возникает законный вопрос. Если в Палате Представителей из сотен республиканцев только пара десятков конгрессменов относится к ярым Трампистам , то каким же образом Трампу удается удерживать их всех в своем подчинении? Ответ прост – шантаж. Да-да, именно так. Старый добрый метод шантажа. Ларчик тут просто открывается. Трамп угрожает конгрессменам и сенаторам, которым необходимо переизбираться на следующий срок, отказать в своей поддержке на выборах. Эта угроза действует на республиканцев безотказно, поскольку миллионы сторонников Трампа по всей стране готовы голосовать только за тех кандидатов, которые одобрены Трампом. Слово «рыжего клоуна» для сегодня значит ничуть не меньше, чем слово «Моисея» значило в свое время для евреев, вышедших из Египта. Слово «Трампа» – это божественная истина в последней инстанции, которая не обсуждается, а выполняется. И практика, увы, показывает, что любой республиканский кандидат, лишившийся поддержки Трампа, лишается и своего места в Палате представителей или в Сенате США. Поэтому выступать против Трампа осмеливаются только те сенаторы, которым в самое ближайшее время не придется переизбираться. А также те политические тяжеловесы, вроде сенатора Митча Макконнелла, лидера меньшинства в Сенате США, которые имеют настолько железобетонную поддержку со стороны своих избирателей в штате, что они могут совершенно спокойно послать Трампа на три веселые русские буквы и все-таки быть переизбранными. Увы, такие фигуры в республиканской партии можно пересчитать по пальцам. И это, к сожалению, не фигура речи, а печальная реальность. Теперь переходим к Сенату США. Из 100 мест здесь только 49 принадлежат сегодня республиканцам. Поэтому принято считать, что Сенат за демократов. Увы, это очень большое заблуждение. Дело в том, что демократам в Сенате принадлежат только 48 мест. А еще три места. Это так называемые независимые сенаторы. С легкой подачей самих политиков принято почему-то считать, что независимые сенаторы солидаризируются с демократами. Поэтому, кстати, демократы на выборах обычно оказывают поддержку таким политикам. Сейчас в Сенате три человека имеют статус независимых. Берни Сандерс от Вермонта, Агнус Кинг от штата Мэн и Кирстен Синема от Аризоны. Так вот, в 116-м конгрессе Кирстен Синема чаще, чем почти все остальные сенаторы-демократы голосовало в соответствии с позицией президента Трампа. Позиция этого сенатора, а также еще одного якобы независимого сенатора Джо Манчина из Западной Вирджинии, не позволила демократам избавиться от так называемого филибастера. Тактики обструкции законопроектов парламентским меньшинством путем забалтывания, затягивания споров о предмете законопроекта и утапливания предмета в большом количестве частных случаев и поправок, не всегда существенных. В настоящее время преодолеть филибастер, процедурную закорюку, можно только набрав 60 голосов сенаторов из 100. Чтобы отменить это глупейшее процедурное правило, демократам нужно было иметь в Сенате 51 голос, но именно голосов независимых сенаторов Кирстен Синема и Джо Манчина им не хватило, чтобы похоронить филибастер. К чему я это все рассказываю? К тому, что Сенат не является демократическим, хотя об этом и кричат все политические обозреватели. В реальности это очень шаткая структура, в которой три якобы независимых сенатора склоняют чашу весов в ту или иную сторону. И далеко не факт, что они дружно проголосуют в пользу демократов, когда это будет действительно необходимо, например, для утверждения военной помощи Украине. В завершение этого краткого обзора остановимся на судебной ветви власти. Здесь все очень печально для демократов. Из девяти членов Верховного Суда США один был выдвинут Джорджем Бушем Старшим, два других Джорджем Бушем Младшим, еще три Трампом. Эти шесть человек придерживаются республиканских взглядов на американское право, запрет абортов и прочее. Двое судей были выдвинуты Обамой и один Байденом. Таким образом, у демократов в Верховном Суде есть только три голоса, поэтому они проигрывают там все ключевые судебные разбирательства, связанные с конституционными вопросами. А поскольку избираются в Верховный Суд пожизненно, то в ближайшие десятилетия республиканцы будут оставаться там в большинстве, если не случится какая-то никем не предвиденная катастрофа типа теракта. Изменить соотношение судей Верховного Суда в пользу демократов можно только одним единственным способом – увеличив число судей и назначив их от демократического президента. Конституция это допускает, но для этого демократам необходимо иметь большинство в Палате представителей и Сенате, а также президент должен иметь волю к такому неординарному действию. Но все это теряет смысл, если следующим президентом становится опять республиканец. Итак, если мы пробежимся по всем ступенькам политической пирамиды США, то увидим, что сейчас там царят разброд и шатание. В такой ситуации, не имея консолидированной поддержки, сложно проводить какую-то внятную внешнюю политику. И с этой точки зрения Украине стоит подумать над тем, как ей больше опираться на свои собственные ресурсы и на поддержку со стороны верных европейских союзников.